Им пожелали ни хвоста, ни чешуи, и они отправились бурить первые лунки. Ловля на блесну со льда в бухте Навик собрала более 400 любителей зимней рыбалки. Такой большой интерес не только из-за призов. Для рыбаков это дело чести – поймать пару хвостов и войти в историю. Ведь этот чемпионат по рыболовному спорту в Приморье проходит впервые. Самое главное, по окончании чемпионата, по подведению итогов, мы можем формировать сборную Приморского края, которую мы будем посылать на российские региональные соревнования. Компания участников подобралась разносторонняя и разновозрастная. Кто-то с удочкой в руках только первую зиму мерзнет, а кто-то уже ветеран подлёдной рыбалки. Николаю Мельнику почти 80. Молодёжь на стульчиках у лунах сидит, а он исключительно стоя рыбачит. Зимняя рыбалка – это его рецепт долголетия. Все снасти мастерит собственноручно, магазины не признаёт. Говорит, хороший улов определяет место, а не удача. Всё зависит от того, есть рыба или нет там в воде. Если есть, она ловится, а если нет, ну, может быть, блёсны надо другие. Менять надо блесну или рыбу и сходить искать. Неподалёку от Николая Афанасьевича рыбачит 11-летний Ваня. Компьютерным играм мальчик предпочитает удочку. В его семье зимняя рыбалка – общее увлечение. На корюшку и на вагу ходят и папа, и мама, и обе сестры. Тут воздух, он дышит за компьютером, сидишь, глаза портишь, зрение. Хоть чемпионат официально называется Приморским, но ему уже впору присваивать международный статус. Закинуть удочки решили консулы США и Лаоса. Правда, долго на метру иностранцы не продержались. И для них соорудили рыбацкий домик. Здесь для них чай из самовара и печка, где свой улов можно сразу же пожарить. Я половина норвежец, мой отец из Норвегии, но ветер очень сильный, очень холодный сегодня. И какой ваш улов? Сколько рыбы поймали? Я, честно говоря, я был без успеха сегодня, но было очень приятно пробовать. Первый чемпионат по зимней рыбалке устроили в бухте Новик на территории спортивного клуба «Острово Русский». Здесь и инфраструктура уже создана для массовых мероприятий, и к состоянию льда у спасателей не было претензий. Толщина льда от 35 до 60 сантиметров. Потому что она позволяет спокойное присутствие здесь такого количества людей, не вызывает никакой опаски. Тем не менее, команды МЧС и два спасательных катера на подушке дежурили весь соревновательный день. Всеволод Крапивин, Татьяна Гнездилова, Платон Волков, Панорама.